Этот дом изящных искусств братья Студебекер построили в конце 19 века совсем для других целей, для показа лошадиных повозок. Потом компания переехала, и дом действительно превратился в культурный центр. Сейчас в нем танцевальные студии, институт джаза, художественная галерея и многое другое. А еще сохранился старый лифт, которым оператор управляет вручную. Вацлав Гатт приручил этот лифт 27 лет назад, через несколько лет после переезда из родной Польши в Чикаго. Сначала был мясником в лавке, потом попал сюда. На последнем в Чикаго ручном лифте он работает по вечерам. Смена с трех до десяти. И как вы им управляете? Ну, просто вручную. Вот тут ключ есть, его вставляешь и поворачиваешь. Индивидуальный подход к клиенту — это права от слова. Никакой умной автоматики, а только глаза и руки. А иначе как узнаешь, где остановиться? Я езжу вниз и вверх и просто смотрю, где остановиться. Потому что у меня же нет панели с кнопками. Я просто еду. Если мне надо вверх, мне надо доехать до самого верха, до десятого этажа, и смотреть, где есть люди. Вам наверх? Я сейчас вернусь. С первого до десятого и обратно. И так сотни раз каждый день. Но Вацлав не скучает. О, за 27 лет я столько интересных людей встретил. Музыкантов, художников, тех, кто скрипки делает, людей из музыкальных магазинов. По ночам лифт Вацлаву почему-то не снится. А вот друзья и близкие из Польши, по которым он скучает, часто, когда говорит о семье, переходит на польский. Здесь, в Чикаго, живет очень много поляков. Да, много поляков. И город красивый. Я здесь столько лет. Мы с семьей обустроились. У нас две дочери. И еще внук и внучка. Внучке семь лет. Внуку три. Смена почти окончена. Часа через два Вацлав развезет последних пассажиров и отправится домой, чтобы завтра снова сказать привет своему товарищу-лифту-долгожителю, который понимает его с полуслова. Увидимся. Увидимся. Доброй ночи, Майку. Ксения Туркова, Михаил Майсурадзе, Чикаго.